Здравствуйте, дорогие подписчики канала Мэнтер Бадди. Сегодня мы находимся в фитнес-клубе Эннер Джим на семинаре трехкратного чемпиона Украины по классическому бодибилдингу Кирилла Худаева. Сегодня на нашем семинаре будет присутствовать много звезд украинского бодибилдинга и фитнеса. Мы обязательно снимем мини-интервью и узнаем также секреты настоящего успеха чемпионства Кирилла Худаева. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Привет! Представлюсь, немного познакомимся. Зовут меня Кирилл Худаев, я трехкратный чемпион по классическому бодибилдингу Украины. Немного расскажу о своем спортивном прошлом. Спортом я занимаюсь лет с 10 примерно. И первые шаги в спорте у меня были по вольной борьбе. Я занимался вольной борьбой, тоже были хорошие результаты, но потом так получилось, что прекратил этим заниматься. Естественно, занялся потом легкой атлетикой, ну и как бы воинской карьерой. Воинская карьера много чего перебила мне в моих спортивных планах. Ну там тоже я занимался спортом, выступал за сборную Государственной пограничной службы Украины по легкой атлетике, по троеборию спортивному. Вот, и также набирался там опыта. В бодибилдинг я совершенно случайно попал. Как-то пришел на соревнования, меня товарищ пригласил и посмотрел на выступающих спортсменов. Мне всегда нравилось, в принципе, заниматься в зале и этот вид спорта, но себя я не видел на сцене еще на тот момент. И просто с ним поспорили, что на следующий сезон я подготовлюсь и выйду. Ну так получилось, что втянуло меня это дело. Не помню, как я готовился, как-то меня подвели к этим соревнованиям, как-то не вникал в эти процессы. Но в целом полюбил это дело и продолжил свою деятельность уже в этом виде спорта. Начнем семинар таким образом. Я вам расскажу о своей подготовке, о том, как я готовлюсь, о том, как я подхожу к питанию, к тренировкам. Начнем мы, я думаю, с питания, да? Я питанию отведу, наверное, не очень большую часть нашего семинара, потому что все в основном вы слышали. Я акцентирую внимание на тех пробелах, которые в основном делают люди и делают своего рода такие ошибки в своем рационе, в своей подготовке за счет того, что урезают много нутриентов и продуктов, которые не следовало бы урезать во время диеты. Так как это сказывается на нашем организме, так как это несет пагубные последствия. В основном это влияет очень плохо на девушек, и я потом углублюсь и расскажу, почему. И вот. Как мы знаем, есть у нас основные три нутриента, за которые мы должны держаться. Это жиры, белки и углеводы. Многие делают ошибки, что садятся на экстремальные диеты, урезают углеводы, урезают жиры и кушают одни белки. Это очень пагубно, в первую очередь. Почему? Да, естественно, что все наши ферменты, организм, которые вырабатывают, они состоят из аминокислот. И без белка выработки этих ферментов как таковых не будет. Но железы наши еще и не работают без жиров. Жиры, они есть как бы источниками энергии для работы наших желез. И опять-таки же ферментизация. Тот же желчный пузырь вырабатывает желчь. А желчь это что? Это тот же жир, который наш жир, который мы употребляем, денатурирует. И уже в кишечнике разбивает на три глицерины. Для того, чтобы кишечник мог усвоить эти жиры. Потому что жир, как мы знаем, в воде не растворяется. Правильно? Для этого надо разбить на более мелкие частицы. Чтобы он усвоился. Ну и первый источник, опять-таки же для мужчин, тестостерона. Для того, чтобы нормально вырабатывался тестостерон, это холестерин. Холестерол по-другому. Без холестерина нормальной выработки тестостерона в организме происходить не будет. Женщинам тоже этот гормон нужен непосредственно. Все мы это прекрасно понимаем. Волосы, ногти, глаза, зрение наше, кожа. Это все жиры. Если мы их не будем употреблять в должном количестве, у нас будут с этим проблемы. Вот. Опять-таки же, тренируюсь я по американской схеме. И диета у меня тоже составлена по американской схеме. Так как у меня тренер находится в США. И у них совсем другое видение. Полностью отличается от нашего. Они себя не ущемляют ни в продуктах, ни в каких-то фруктах, ни в минералах. Ни в чем. У них диета идет круглый год. И свою даже массонаборную диету они начинают с малого количества углеводов. Сейчас я, к примеру, начинаю подготовку. Старт, я думаю, у меня будет в октябре месяце следующего года. То есть у меня год на подготовку, но готовиться я уже начинаю сейчас. Вот. И моя диета началась с грамма углеводов на килограмм массы тела, грамма жира и 2,5 грамма белка. Естественно, в течение 2-3 недель я придерживаюсь этой диеты. Сначала было мне как бы не по себе. Это очень мало, я считаю. Некоторые даже могут себе сейчас представить, что такое грамма углеводов. Но, по крайней мере, через неделю я уже начал втягиваться. Через 2 недели я уже более или менее втянулся. Пришел в свою форму и уже добавляю углеводы. Сейчас уже прошло 3 недели моей подготовки. Я добавил всего лишь грамм углеводов. Жиры остались на том же уровне. Из жиров я употребляю кокосовое масло. Оно помогает лучше вырабатываться кетоном. Это такие тела, все знают, которые вырабатываются нашим мозгом. Вот. Утро у меня идет обязательно 0,7 воды теплой. Почему теплой, никому объяснять не буду. Для того, чтобы быстрее эта водичка у нас прошла динатурацию в нашем желудке и усвоилась нашим организмом. Жир я тоже употребляю натощак с утра. И через 20 минут у меня идут углеводы и белки. Углеводы у меня идут как быстрые, так и медленные углеводы. Ну, овсянка с изюмом у меня идет. Это, наверное, стандарт для всех. Вот. Первые 2 недели просто овсянка с изюмом была и 10 яиц, там 2 желтка. Яйца я покупаю на базаре, стараюсь, по крайней мере, когда время есть, поехать на базар. Вот. Желток мне для чего нужен? Это, понятно, у нас не мононенасыщенные жиры, но это холестерин. А холестерин, я еще раз объяснял, это тот продукт, который нам нужен в основном для выработки тестостерона. И второе, это для того, чтобы нормально функционировал наш желчный пузырь. Потому что желчь у нас в основном тоже, этот фермент появляется из употребленных нами жиров. Правильно? Вот. И еще одна загвоздка есть в том, что насчет белков. Белков я много не употребляю, даже в межсезонье. У меня 2,5 грамма, это потолок. Потому что то, что будет больше, это не совсем пойдет мне на пользу и на пользу моему организму. Белок, он токсичен в больших количествах. И есть у каждого человека, у женщин, у мужчин определенное количество белка в суточной норме, которую он должен употреблять для того, чтобы нормально вырабатывали железы все ферменты, для того, чтобы нормально существовал организм и проходил обменный процесс. Минимальное количество белка, которое должны употреблять женщины, которые даже не занимаются спортом, а просто существуют, можно сказать. Ну, обычные деятельности ведут жизни, там работа, дом, даже без спортивных занятий. Это от 0,7 до 1,2 грамма на килограмм массы тела. У мужчин от 1,5 до 2 грамм. Ну, даже можно 1,5, это средняя такая сумма. Вот. И постепенно я добавляю углеводы. Сейчас будет у меня четвертая неделя, и сейчас я добавлю уже больше углеводов. На этой неделе у меня уже пошли макароны в ход. У меня на этой неделе пошли в ход яблоки, то есть фрукты я кушаю. И после тренировки обязательно я ем фрукты. Отдаю предпочтение ананасу. Все мы знаем, что ананас очень хорошо расщепляет жиры. Там много витаминов С. Витамин С это антиоксидант, который нам нужен. Витамин С это, опять-таки, тот витамин, который помогает продуцироваться L-карнитину. L-карнитин нам нужен для того, чтобы жиры попадали в митохондрии, транспортируют митохондрии. А в митохондрии он окисляется, жир. Окисляется кислородом, естественно. Но об этом мы еще поговорим, когда перейдем к тренировочному процессу. И что мы выяснили? Белки мы должны употреблять минимально. Для девушек обязательно должно быть меньшее количество белка. Потому что у девушек меньше мышечной массы. Если они будут употреблять больше, это никакой пользы не принесет. Во-первых, это будут потраченные деньги. Во-вторых, это будет лишняя нагрузка на организм. По поводу углеводов я рассказал. Углеводы я постепенно повышаю, начинаю с грамма. Даже при наборе мышечной массы. Для того, чтобы прийти к оптимальной точке. К оптимальному, точнее, числу, которое мне нужно. Для того, чтобы у меня могли функционировать, восстанавливаться мышцы от нагрузки. То число углеводов, которое не будет мне давать лишний жир. То, что я употребляю жиры, это мне не будет приносить лишний подкожный жир. Жиры не идут сразу, извините, в жироотложение. Идут лишние углеводы. Лишняя глюкоза, которая будет у нас находиться в крови. Естественно, инсулин будет переносить в наши места жироотложение. Поэтому я стараюсь оптимальное количество углеводов держать. И всегда смотрю на свою форму. К примеру, я начал готовиться. Я повысил углеводы. Все знаем, кто на наборе массы был. Что аппетита такового, когда ты действительно идешь в массонаборный процесс, у тебя идет аппетита как-то какого нет. Но потом со временем он появляется. Когда уже тело привыкло и уже этих углеводов не хватает. Как естественно, объем мышечной массы вырос. И гликогена больше организм запасает. И больше тратит энергии для того, чтобы содержать эту мышечную массу. Также углеводы нам нужны для того, чтобы ускорить процесс. Потому что это ускоряет анаболический процесс тем, что помогает вырабатываться инсулину нашим организмам. Поджелудочная железа реагирует. Даже я не говорю про быстрые углеводы. Я говорю про медленные углеводы. Они тоже способствуют выработке инсулина. Но просто этот инсулиновый оклик не столь велик. Он постепенно повышается в организме. Для того, чтобы понизить сахар. По мере того, как будет усваиваться углевод, который мы приняли. Так как углевод содержит и гликемический, и инсулиновый индекс. Не всегда они совпадают. По поводу молочных продуктов. Я молочные продукты не употребляю как таких вообще. Потому что можно употреблять. В этом ничего плохого нет. Я заменил это обычным йогуртом. Канадским. В аптеке покупают. Чисто как лактобактерии. Почему? Некоторые любят на ночь покушать творожок. И говорят, это источник хорошей казино. Да, это хороший источник казино. Но даже при наборе массы я исключаю продукты с высоким инсулиновым гликемическим индексом. То есть у которых большой отклик инсулина. У творога, у йогуртов, кисломолочных продуктов больше, чем в сахаре инсулиновый индекс. То есть я скушал творог, а у меня инсулина больше выделилась, чем даже от того же сахара. Чем это плохо? Плохо это тем, что надо контролировать инсулин. Инсулиновые отклики не всегда хороши. Да, они хороши в некоторых моментах. Некоторые думают, я проснулся утром, мне нужен быстрый углевод, для того, чтобы выделился инсулин, для того, чтобы инсулин загасил кортизол. Все знают, что инсулин гасит уровень кортизола, правильно? Но наряду с этим, не каждый задумывается о том, что он гасит и все остальные гормоны. А утром у нас повышенный, помимо кортизола, гормон роста. Так вот, инсулин является антагонистом по своему действию гормону роста. То есть он заглушает, как говорится, не заглушает, а снижает уровень гормона роста в крови. То есть подавляет его. Я, в принципе, этого избегаю. Я приведу такой пример. Кардио нужно делать тогда, когда высвобождаются у нас свободные жиры. Свободные жиры у нас высвобождаются тогда, когда липаза открывает жировую депо и выпускает их. Она это делает только от воздействия, в основном, гормона роста. Это у нас происходит после тренировки и натощак. Есть еще в нашем биоритме в 5 часов дня примерно такой переход на второй энергетический уровень, я не знаю, как это назвать, организма нашего. То есть ближе к вечеру, знаете, бывает в 5 часов раз так ходил, целый день там спал, а потом в 5 часов вечера появилась энергия, ты там бодрствуешь и уже легче. Так это именно действие гормона роста. Когда он выделяется нашим организмам, он понятно, что повышает сахар, там есть влияние на углеводы, которые он транспортирует. У вас есть такое свойство. Ну а также инсулин тоже это делает, но инсулин гасит гормон роста. Это схожие по действию, но в целом это как антагонисты в основном. Они делают разную работу. И она кардинально отличается, если заглянуть с этой точки зрения. Вот, поэтому я пытаюсь исключить продукты, которые имеют высокий инсулиновый индекс. Потому что это влияет опять-таки же плохо на выработку гормона роста. Люди, которые знают, что такое гормон роста, они даже в априори, даже, ну, как мы будем открыто говорить, употребляют гормон роста, они не употребляют сладкое. Потому что это равносильно того, что он тратит в пустую деньги. Он выкидывает деньги на гормон роста и сразу же инсулином его гасит. Объясню вам таким образом. Вот. По поводу таких продуктов, как картофель и батат. В моем рационе обязательно присутствуют эти продукты даже на сушке. Когда я уже урезаю углеводы все, они у меня присутствуют. Они нужны. Некоторые говорят, как это? Это крахмал. А что такое крахмал? Крахмал это сложный углевод. Все это прекрасно знают. Это можно картошку употреблять, можно употреблять батат, это сладкий картофель. Он, во-первых, способствует, наоборот, похудению. Он хорошо влияет на кишечный тракт. Там много клетчатки. Клетчатка нам нужна для того, чтобы нормально функционировал наш желудок. Так вот, поэтому я не сторонник экстремальных диет, высокобелковых диет, без отсутствия жира. Девушки, которые готовятся, они урезают. Ну, я просто так общаюсь, да? Я не буду там говорить, там, фамильярничать, кто и что делает. Ну, просто есть такие. И клиенты бывают такие, тоже попадаются, что приходят и говорят, вот я кушала таким образом. Она ела капусту и белки. Естественно, у нее полностью гормональная система убита. Естественно, у нее там есть дисфункции по-женски всякие, потому что у нее не работают железы. А источник основной для работы железа – это жиры. Жиры – это немаловажный компонент в диете, в любой. И вот набираем мы массу, правильно? Идем к набору массы. Мы постепенно добавляем углеводы. Видим, что у нас, к примеру, начинает откладываться жир. Реально начинает толстеть кожа в области живота. Ну, у меня, например, в самую последнюю очередь, когда я готовлюсь к соревнованиям, вот все уже, везде все резаное, сухое. Но вот здесь, у меня возле пупочка, вот, ну, постоянно какое-то жироотложение. Я даже не знаю, что делать с этим. Как там, я не верю в локальное какое-то жиросжигание. Там, я хочу, там, знаете, приходит клиент ко мне, говорит, я хочу убрать здесь жир, хочу здесь жир убрать, хочу здесь чуть-чуть убрать. Ну, то есть, я объясняю человеку, что это, в первую очередь, диета. Второе – это надо нагружать те мышцы, которые больше потребляют энергией. То есть, можно за счет ног тех же, за счет спины, там, более объемных мышц сжечь эти жиры, как бы. Ну, и правильно все делать. То есть, делать кардио натощак, делать кардио после тренировки определенно. Потому что, когда мы там, к примеру, сделали физическую работу тяжелую, энеробную нагрузку, мы должны сделать аэробную, для того, чтобы включились мышцы, которые содержат больше митохондрий, то есть, красные волокна. И, естественно, с помощью этих митохондрий будет осуществляться окисление этих жир. Потому что основной источник энергии – аэробные нагрузки. Почему аэробные – это кислород, а энеробные – это, опять-таки, гликоген, который содержится без участия кислорода, по-другому скажу. Более так. Вот. И, как у меня только вижу, начинает появляться где-то больше каких-то отложений. Я не урезаю питание. Я просто добавляю кардио. Я на массонаборе делаю тоже кардио. Делаю его после каждой тренировки не менее 20 минут. Если я вижу, что у меня требует организм, чтобы больше надо делать кардио, для того, чтобы не было этих отложений, я делаю больше. Естественно, по мере того, как я набираю массу, опять-таки, мне эти углеводы как раз впритык хватает. То есть, я нашел свою оптимальную точку, которая мне нужна для восстановления, для нормальных тренировок, ну и, в целом, для ферментизации всех нужд моим организмам. Каким же образом я подхожу уже непосредственно к сушке? Так же, как я поднимал, я постепенно начинаю урезать. И это начинается уже, ну, вы знаете, некоторые там за месяц начинают. Там говорят, там у меня так организм себя чувствует. Я считаю, что минимум за 2 месяца нужно уже начинать, даже 3 месяца нужно уже потихоньку урезать углеводы. И примерно, ну, я не знаю, больше 4 грамм на килограмм массы тела даже при массонаборе я не доходил. Ну, мне больше, в принципе, и не надо. Начинаем постепенно урезать углеводы по 50 грамм. Видим, по 50 мало никакой, можно по 100 грамм брать. Я имею в виду уже в... Приготовленный? Не, не в приготовленный, 100 грамм углеводов я имею в виду. Ну, то есть, если я, например, вешу 100 килограмм, правильно, у меня 400 грамм углеводов в день идет, да? Я начинаю к диете, подходя, вот, 100 килограмм, это получается 4 грамма на килограмм массы тела. Я начинаю урезать по 50 грамм с каждой 2 недели. Естественно, ближе к соревнованиям я добавляю кардио. Ближе к соревнованиям я его, в принципе, могу вообще не делать кардио, но там уже надо по форме смотреть. Но все-таки оно тоже нужно. Я, когда к этим соревнованиям готовился, я кардио, я не знаю, даже за 3 дня до соревнований делал. И делал натощак. Выходил на стадион и бегал. Вот. И постепенно начинаем урезать углеводы. Белки я особо, знаете, там говорят, вот урезаешь углеводы, надо добавлять белки. Я как бы этого не делаю, потому что не вижу в этом особого смысла. Зачем добавлять, компенсировать те калории, которые ты урезаешь белком. Это те же калории. На 1 грамм углеводов 4 калории, на 1 грамм белка 4 калории. Жиры у меня всегда остаются в том же ритме. Я ближе к соревнованиям только их урезаю. Но потом ближе к соревнованиям расскажу, как сам процесс там за 2 недели происходит. Там даже есть у меня по 3-4 дня загрузки жиров. То есть я кроме жира ничего не употребляю. Это я потом попозже вам расскажу, когда мы к этому подойдем. По поводу белка я ничего не урезаю. Естественно, спортивное питание тоже употребляю. Но об этом мы тоже отдельно поговорим. Правильно? И постепенно начинаю урезать углеводы. Вплоть до того, что... Но полностью не убираю. Дохожу. У меня за 3 дня до соревнований, опять возвращаюсь к тому числу, 1 грамм на килограмм массы тела. Таким же образом, как и поднимался. Сейчас я планирую больше набрать. Естественно, мне надо будет больше кушать. Тогда мне надо было в категории классический бодибилдинг влезть. Я всегда на массонаборе стараюсь быть в форме. Без лишних там жиротложений. Потому что, во-первых, это будет легче готовиться к соревнованиям. Не переходить к экстремальным диетам. Опять-таки, которые негативные, как я считаю, влияют на организм. Если вы планируете заниматься этим видом спорта, и чем дольше, тем лучше. И во благо своего здоровья. Понятно, что вы все равно рискуете, но как бы более сохранить свое здоровье, то вы, естественно, к питанию должны подходить очень правильно. Потому что, что бы вы там ни делали, самое главное, основное, это питание. Чтобы вы соблюдали... Ну, даже смешно, не смешно звучит. Я там говорю Диме вчера. Кстати, представляю, Дима, это мой напарник по тренировкам. Помогает мне с тренировками. Тренирует меня также. Можно сказать... Небольшой директор мой, что ли. Вот. И я говорю, Дим, там водички надо попить. А он такой, через 20 минут шутит надо мной. Потому что, ну, действительно, серьезно надо к этому подходить. Естественно, у меня всегда вот все по времени. Я утром проснулся в одно и то же время. Я покушал в одно и то же время. Перед тренировкой я в одно и то же время покушал. И, естественно, после еды я в одно и то же время пью одно и то же количество воды. И в промежутке пью. И перед едой тоже пью определенное количество воды. Чит-дэй, он нужен раз в неделю. Примерно раз в неделю я делаю сейчас чит-дэй. Не всегда я его делаю. Его делают либо два раза в неделю. Либо раз в 10 дней, либо раз в месяц. Таким образом. На сушке я делаю чит-дэй раз в 10 дней. Ну и за две недели до соревнований я вообще его не делаю. Ну, можно сказать, загрузка это небольшой чит-дэй. Ну, понятно. Ты после чит-дэй у тебя там воздушных проводов? Ничего такого нет. Так же диета? Так же диета. Я даже в тот день, когда делаю чит-дэй, я чит-дэй им не заменяю прием пищи. Я добавляю его. Если правильно и заранее подходить к непосредственно подготовке, то это можно будет себе позволять. Естественно, у меня есть клиенты, которые там и девочки, которые готовят, что я говорю, какой у тебя чит-дэй, посмотри. Ну, потому что ей он не нужен. Она еще не достигла той формы. Я, в принципе, вот там звоню тренеру, тренер. У меня такая ситуация, говорю, я чувствую, что, это примерно недавно было, я чувствую, что мне уже не хватает углеводов. Я набрал 103 килограмма, потом так получилось, что, не знаю почему, вроде бы даже добавил там яблоко с утра, я вроде бы добавил. Смотрю, у меня, наверное, яблоко лучше работал, кишечник начал. Смотрю, минус 2 килограмма. Я говорю, 101 килограмм, как так может быть? Ну, и реально там начал более выделяться пресс, и сепарация больше начала. Я, как бы, говорю, что делать? Он говорит, сделай чит-дэй. Я сделал чит-дэй, опять-таки, с теми, со всеми приемами пищи, и на следующий день уже даже добавил углеводы. Я добавил прием макарон с ананасом. Вот, потому что уже дошел до того уровня, как бы, уже организм привык к тому количеству углеводов. И за счет того, что масса тела выросла, так как я начинал подготовку 3 недели назад, у меня было 96 килограмм. То есть я за 3 недели, грубо говоря, набрал, ну, практически, там, 7 килограмм. Ну, то есть это, в принципе, немного. Некоторые умудряются и больше набирать, но я стараюсь более качественную массу набирать, опять-таки же. Это плюс в наборе массы, это плюс будет к тому моменту, когда я подойду на сушку. Мне просто легче будет. Вот. И... На соревнованиях? Ну, и в инфляциях. В чит-дэй я сладкое не употребляю. Сладкое вообще не нужно есть. Сложные углеводы? Нет. Нет, я люблю жирненькое. Жирненькое. Я люблю жирненькое кушать. И на соревнованиях я тоже загружаюсь не сладким, не там, не углеводами, а жиром. А, Таня, то есть вы на колораж вообще не смотрели? Смотрите, у вас немножко было... Ну, смотрите, на колораж и вам не советую смотреть. Я как могу посчитать, даже в сию секунду могу посчитать. Это очень легко делать, с вами пойдем. Так. Ну, кому интересно. Я делал всегда такую таблицу раньше, там, белки, жиры, углеводы. Естественно, мы знаем, что на 1 грамм белка у нас 4 калории, правильно? Там 4, 9 калорий и 4 калории. Естественно, я вешу 100 килограмм, да? И мне там надо 1 грамм белка на килограмм массы тела, там, к примеру, да? Ну, не 1, 2,5. Ну, 2,5 грамма белка, то есть это все дело мы умножаем на 250, это все дело мы умножаем там на 100, это все дело мы умножаем, с чего я там начал, с одного грамма я говорил, да? Я, я хоть правильно сделал. Ну, в итоге у нас получается, к примеру, здесь количество умножить на 4, тут 200, 200, ну, грубо говоря, тут у нас получается 1000, тут у нас получается 900, тут у нас получается тоже 400 уже. Ну, и вот это все херень сложить, и получится то количество, грубо говоря, калорий, которые мы будем употреблять, правильно, в сутки? Или я неправильно что-то посчитал? Все правильно. Ну, совсем ничего, там, ну, 2-300 калорий. Я начинаю с этого. Естественно, потом, как же я добавляю углеводы, правильно, жиры посредине. Естественно, я добавляю углеводы и калораж растет. Но я калорий никогда не считаю, просто некоторые зацикливаются на калории, естественно, сколько у меня тут, 2,5 тысячи калорий, да, я могу выпить, сколько у нас там в литре масла? 9 тысяч калорий? Ну, грубо говоря, могу там стакан масла дать, вот те калории, которые будут. Надо зацикливаться больше на нутриентах, на нутриентах. И в основном на этих, белок и жиры. А это уже добавлять по мере того, как вы будете, ну, какую цель вы хотите получить. Хотите похудеть, добавляйте углеводов. И добавлять стоит постепенно их. Если вы не будете добавлять их постепенно, вы просто не будете знать точку отчета. Здесь очень важно знать точку отчета. Точку отчета, от которой вы будете идти. Ага, это та моя норма, да? Это точка отчета. Вот, к примеру, вы ели каждый день одно и то же на протяжении двух недель. Да, и смотрите, ну, не худею я. Есть точка отчета. От этой точки отчета убрали. Естественно, посмотрели, как будет в течение двух недель работать это количество пищи, которую вы употребляете. Естественно, вы там добавили, будете смотреть, там, хотите массе давать. Посылаться уже от точки отчета, добавляя. Таким образом, я иду, как бы, тоже введу себя в подготовке. Еще можно, конечно, посчитать плюс-минус, там, фрукты, которые употребляю. Изюм. А овощи считаете, да? Овощи не считаю. Овощи не считаю. Да, я овощи мало кушаю. Я, ну, к примеру, сейчас у меня какие приемы пищи, да? Я просто наглядно расскажу. Утром я проснулся, у меня 10 яичек идет, яиц. 10 яиц, 2 желтка из которых, правильно? Идет 100 грамм овсянки в сухом виде. 100 грамм овсянки у меня идет, после чего у меня идет, ну, не после чего, у меня сразу туда изюм идет и яблоко я съедаю. Естественно, перед этим я рассказал, 0,7 воды пью и столовую ложку кокосового масла. Проходит 2 часа. Следующий прием пищи у меня. 150 грамм риса в асмате, 2 столовые ложки арахисовой пасты без сахара. Я сам делаю арахисовую пасту, ну, не я, прошу, ну, директор делает, директор делает, да. Вот, можно солью делать, но она довольно-таки вкусная получается и мне, честно, даже и сладкого не хочется. И из-за того, что у меня достаточное количество жира, я из-за этого не срываюсь на диеты. Иногда даже мне просто не хочется этот чипнил делать, но его надо делать для того, чтобы сдвигаться с места, для того, чтобы было что-то новенькое, стресс для организма. Вот, а также у меня идет 150 грамм телятины. Сейчас я добавил, правда, 170 идет у меня. Следующий прием пищи у меня идет уже после тренировки. После тренировки я употребляю опять-таки 150 грамм той же телятины с углеводами. Углеводами у меня уже в этот момент идут батат. Батат 250 грамм. Батат это сладкий картофель. И 150 грамм ананаса. Свежий ананас, просто режу ананас. Следующий прием пищи у меня идет уже другой. Опять-таки, я уточню сейчас, ну, более углубимся, почему я именно такие белки выбираю. Некоторые говорят, там, есть группы крови, там, с такой группой крови, как бы, не кушает, нельзя кушать это самое, телятину, потому что она не усваивается, да. Это кто там говорил? Ну, вот этот шумотюкается вечно. Голубочкин, да. Поэтому я им курицу. Поэтому я им курицу. Ну, не знаю, у меня никаких проблем нет, мне больше от курицы, как бы, тошно. Поэтому я употребляю телятину. Ну, опять-таки, курицу я тоже употребляю, но в малом количестве. Следующий прием, да. У меня идет рис, опять-таки, 150 грамм. 40 грамм кешью, это жир. 40 грамм кешью, 100 грамм курицы и 100 грамм рыбы. Рыба без разницы, лишь бы не речная. Я жирную употребляю рыбу, могу нежирную рыбу употреблять. Потом, следующий прием пищи, это на данный момент у меня сейчас идет. 150 грамм телятины, 300 грамм запеченного картофеля. Картофель я только пеку. Все мы знаем, что на 100 грамм картофеля у нас 18 грамм углеводов. Картофель, почему я так чередую углеводы? У меня аппетит таковой, ну, не очень, там, такой. Ну, разве что после соревнований. После соревнований, наверное, у всех он хороший аппетит. Вот, и поэтому я стараюсь делать, опять-таки же, утром углеводик, который и быстро усваивается, и медленно усваивается. Вот, который быстро усваивается, он у меня понизит сахар потом, потому что выделится инсулин. И я быстрее захочу кушать, чтобы покушать через 2 часа, к примеру, тот же рис с тем же арахисом. Потом у меня как-то аппетит пропадает, но, естественно, тренируюсь, у меня опять-таки же понижается из-за этого сахар. И я после этого употребляю сладкий картофель. От сладкого картофеля насыщения так такового нет, как от картофеля практически. Поэтому я уже после того, как пожал этот батат, смотрю, быстрее бы уже поесть следующий прием пищи. И употребляю рис. Сейчас употребил рис, естественно, он как-то более или менее, но все равно не так сильно насыщает, так как его количество не столь велико. После чего я употребляю картошку. После картошки я употребляю 300 грамм рыбы, пол авокадо и на ночь выпиваю казин с двумя столовыми ложками льняного масла. Это сейчас у меня такой рацион. Забыл про макароны, да? Макароны добавил сейчас. Добавил чуть-чуть макарошек. 200 грамм всего макарон добавил опять и 150 грамм телятины. И примерно еще, я думаю, мне тренер говорит, еще два приема пищи добавим, не считая того, что после тренировки я выпиваю коктейль. Сделать себе, нанести какой-то определенный стресс и стащить определенные запасы, чтобы они в будущем, наш организм их компенсировал на случай того, если мы опять к этому. К этому надо привыкать. Естественно, люди, которые тренируются, они постоянно пытаются дойти до максимума, повышают свой максимум тем, что у них организм пытается компенсировать на запас. Даже как человек, который ни хрена не соблюдает питание, два раза в день ест, организм пытается оставить на запас на случай такого стресса. Это своего рода суперкомпенсация, но не в ту сторону, что нам нужно. Ближе к соревнованиям подошли. Подходим к соревнованиям, естественно, там уже и кардио, и даже я, ну, я себя плохо чувствую, вот реально, что уже ничего не хочется. Это, наверное, крайние полторы недели. Честно, хотелось бы вот так вот подойти к одним соревнованиям и все. Просто из-за этих, там, старт там, надо там выйти, там отбор пройти, там еще что-то. Из-за этого, как бы, приходится раньше себя подвергать более экстремальным таким мини-диеткам, раньше подводиться, а потом себя держать, пытаться в форме. Из-за этого, как бы, конечно, очень тяжело. Но все равно нужно стараться форму показать к основным соревнованиям, к которым вы идете. Я, например, шел в этот раз четко к Украине. Ну, и чисто так за компанию где-то ты вышел, где-то в Киеве вышел, да? Поехал за компанию. Вот. И подходим к соревнованиям. Отсталось у меня, к примеру, сколько, ну, 5 дней до соревнований, да? Я безуглеводные дни не делаю. Но в этот раз тренер мне сказал, как бы, нужно сделать безуглеводный день. Но если вы делаете такой безуглеводный день, то вам, естественно, нужны жиры. И я 3 дня кушал только семгу. Ничего, кроме семги, я вообще не кушал. Красная рыба, семга. Нет, после тренировки ел вырезку. Вырезку я кушал свиную. Тоже источник жира хороший. Вот. И, кстати, никто не замечал, вот диета, диета, вы там на сушке сидите, тяжело все. Но перед тренировкой вы съедаете стейк из лосося, и у вас тренировка проходит просто чудесно. Большое наполнение мышц, энергия. Никто не замечал? Я замечала, если у вас не было, я вас все кушала, сил было больше на тренировке? Сил было больше, естественно. Отдача? Вот. Я сделал такого рода безуглеводные дни. И, честно, мне углеводов тех не хватилось, не хотелось из-за того, что у меня был как источник энергии жир. Ну, опять-таки, что там мононенасыщенные жиры, они, так как я делал кардио, компенсировались. И в отложениях у меня не попадали. Наоборот, придавали сочность моим мышцам. Иногда я просто думал, блин, если бы я на сцену такой вышел, как я после тренировки, раскачанный, сочный весь. Ну, к сожалению, так не получается никогда. Вот. И после этого только я полностью урезал два дня жиры и употреблял картошку. Употреблял, опять-таки, чередовал рис с картошкой, рис с картошкой. У многих тренеров по-любому писали, там, на загрузку чередовать углеводы. Рис, картошка, рис, картошка. Писали у кого-нибудь? Ну, есть такие, которые употребляли, чередовали. Рис, картошка, рис, картошка. Никто? А? Классическая схема. Классическая схема. То есть разные углеводы с разным индексом. Вот. И буквально два дня, три, да, два дня я кушал, при этом пил воду. Воду пить нужно. При этом я солил эту еду. Солить тоже нужно. Некоторые просто приходят, даже клиенты обычные, которые занимаются. Вот, а ты солишь пищу? Я не солю пищу. Солить пищу нужно. Если вы не будете солить пищу, у вас не будет происходить нормального пищеварения. Во-первых, что такое соль? Это натрий хлор, к примеру, да? Натрий хлор. Основной источник хлора, для того, чтобы у нас вырабатывалась H-хлор, то есть соляная кислота, которая, ну, наш желудочный сок. В основном этот хлор получает соли. То есть, если вы не будете достаточно соли употреблять, естественно, у вас не будет нормально денатурировать ваши продукты, которые вы кушаете, там, в ваш желудок. Желудочный сок будет не такой, как нам нужно. Поэтому соль обязательно надо употреблять. Опять-таки, соль помогает усваиваться некоторым минералом, очень важным. Даже взять тот калий, да, калиевая соль. Все импульсы на сокращение, все сигналы от нервной системы тоже происходят благодаря, как бы, проводнику. А проводником являются этих импульсов, электроимпульсов на сокращение наших мышц от нашего мозга. Опять-таки, калий. Да? Вы можете сказать, что соль перед соревнованиями? А мы еще не подошли. А еще? Еще не подошли. Вот. Поэтому соль я убираю, ну, примерно... Что такое вообще водо-солевой баланс? Вы кушаете больше соли, естественно, организм пытается восстановить баланс. Нет такого, там, водный баланс, солевой баланс. Есть водо-солевой баланс. Естественно, вы меньше кушаете соли. И у вас... Ну, представьте, как, к примеру, пример приводил с линдовером этот самый, как там его? Optin Nutrition, в котором спортивное питание. Ну, я думаю, вы поняли. Ладно, пусть линдовер будет. То есть, стакан с водой, да? Вы насыпали в этот стакан больше соли. У вас, естественно, должен и уровень воды повыситься. Вы убрали соль. И организм пытается восстановить этот баланс. И он выводит лишнюю воду из организма. Так же происходит и в этом процессе. То есть, вы подходите к соревнованию. Не надо там, некоторые говорят, за 5 дней. Ну, за 2 дня я убираю соль. При том, что в день соревнования я все равно эту соль кушаю. Я за 2 дня убираю соль, ем углеводы. И в день соревнований я уже не ем, ну, не делаю там акцент на углеводах. Они уже без того количества, ну, без воды они не усвоятся у нас. Без воды у нас не будет, ну, не будут они усваиваться, не будут наполнять. Но я употребляю жиры. Я кушаю семгу. Я кушаю арахисовую пасту. Все, наверное, как бы замечали, что, ну, у нас в основном ошибки делают. Они смотрят, там, вот американцы, они там мажут на хлебцы эту арахисовую пасту, да, и загружаются арахисовой пастой. Но они же не вот этот энерго, который у нас там в этих стоит, в супермаркетах, с сахаром, там, непонятно с чем, арахисовая паста. Они обычную арахисовую пасту, то есть источник жира, миндальная паста. Они кушают миндальную пасту и загружаются ей, потому что она даст у насыщение. Ну, переборщить тоже не нужно. Я кушаю 2 чайные ложки на 1 столовую ложку риса. Через каждые 2 часа. Я загружался там за 2 дня. В этот день я уже ничего не изменю. В этот день я воду не пью и только начинаю ее пить. Естественно, когда начинаю раскачиваться для того, чтобы было чем раскачаться, грубо говоря. Так как я в этот день уже употреблял соль. И соль, естественно, задержит эту воду. Опять-таки же акцент, давайте поговорим о калевой соли. То есть панангин тот же, да? Он тоже нужен. Он больше будет задерживать не под кожей, а в мышцах. Он держит в мышцах воду. Нам нужна в этот день как обычная соль, так и калевая соль. Нам нужен панангин для того, чтобы задержать в мышцах воду. Но девушек это, я думаю, не касается особо. Им же не надо там выходить на сцену, правильно, как нам. Вот. То, что касается девушек, естественно, что они более выносливы к диетам, к безуглеводным диетам. Но все же я не советовал бы их делать. Я готовил девочку. Как бы жену моего директора. Готовил девочку Анастасию Денисенко. Первый раз она готовилась. До этого, когда она ко мне обратилась, я посмотрел, как она кушает. Она тоже кушает одни белки и овсянку. Жиры вообще не кушает. Сейчас она кушает, просто, я не знаю, много кушает. Ну, в принципе, как и я, только в меньших количествах. Так, ну, коктейли не пьют. Коктейли особо не разрешают пить, потому что, как таково, они просто не нужны. Может, там, БЦА какие-то выпить перед тренировкой и все. Это мы там, любители. Что-то намешать. Вот. И к соревнованиям я ее подводил. Я тоже за три дня до соревнований ей только начал убирать углеводы полностью. Я безуглеводные дни не делал. Чуть-чуть подрезал водичку. Насчет воды тоже. Ну, некоторые начинают за неделю там пить какие-то дистиллированные воды, мочегонки. Там я слышал, там, я слышал, по целой неделе, там, четыре раза в день какой-то фуросемит. Ну, это ж отнюдь нехорошо. Да, вы будете хорошо выглядеть, но стоит ли оно того? Я думаю, оно того не стоит. Можно и без этого всего, без мочегонок подойти к соревнованию. Быть более сочным, более наполненным. Главное все правильно это делать. Поэтому, начиная за 10 дней до соревнований, я начинаю пить по 7 литров воды в день. И с каждым днем урезать по литру. И когда я дохожу до литра, у меня уже идет, ну, сколько, где-то 2 дня до соревнований, на третий день уже соревнования. И я даже в день загрузки, ну, пью там литр, потом пол-литра, потом перед днем соревнований я плю 0,3. И когда начинаю только соль включать, я перестаю пить воду. Ну, естественно, чуть-чуть распиваюсь перед соревнованиями непосредственно. Что это позволяет? Это, естественно, разгоняет наши почки. Потом постепенно, когда вы урезаете уже, они, понятно, уже разогнались, работа их не идет. Но за счет того, что вы урезаете воду, ну, как бы, и при этом еще соль, соль, соль понижаете. И в те дни, когда у вас уже идет литр, потом пол-литра и 0,3, у вас уже начинает урезаться полностью соль. Естественно, у вас ничего не держит, при том, что у вас хорошо работают почки, они разогнались. Естественно, лишнюю воду из организма выводят. Я, в принципе, все, что сейчас говорю, я пробовал на себе. Я пробовал углеводное чередование и готовился на этом углеводном чередовании в прошлом году в категорию... Категорию Мэнс Физик. Я, ну, так решил попробовать, думаю, мне сказали, что... Без разницы, что мне сказали. Решил готовиться по Мэнс Физик. Вот, и была такая ситуация. Я для того, чтобы быть более маленьким, мне сказали, ну, тебе надо влезть там по миниатюрнее быть, как Мэнс Физик. Вот, тебе нужно хорошо потрудиться. Я кушал каким образом? У меня было два дня без углеводов, один день у меня всплеск углеводов, на следующий день у меня чуть-чуть меньше углеводов, и потом опять два дня без углеводов. Некоторые путают, делают два дня без углеводов, день чуть-чуть, а потом всплеск, а потом пять без углеводов. На самом деле не так надо. И опять-таки, чередование, некоторые это делают, я недавно статью прочитал, там, и в этот загрузочный день вы можете начать даже с бутылки пива и тараньки, там, как... Ну, реально так было написано на форуме, я не знаю, шутка не шутка, но реально так было написано. Углеводы эти должны быть сложные. И эти углеводы, которые вы скушали в этот день, в этот день, в первый день вашей без углеводки, только начнут работать и только преобразуются в гликогены, попадут в ваши мышцы. На это требуется минимум 48 часов. Вообще 74. Для того, чтобы сложные углеводы уже попали в мышцы в качестве гликогена. Это то количество времени, которое им нужно. Поэтому, в принципе, можно объяснить то, что сложными углеводами люди начинают загружаться к соревнованиям за 3 дня. Правильно я говорю? Ближе к соревнованиям они более быстрые углеводы подключают, но это старая схема, на самом деле можно и без этого обойтись. И если кто заметил, то в этот сезон, когда я загружался жиром, я реально вышел так, как всегда мне хотелось, более сочнее. Более сочнее мышцы, более наполненные, потому что без воды я смог загрузиться с помощью жира. Употреблял бы воду, я бы не вышел в таком качестве просто. Продолжение следует... Продолжение следует...